Следить за соблюдением правил дорожного движения задача сугубо мужская, скажут многие. Но с этим утверждением не согласится Татьяна Андреева, инспектор дорожно-патрульной службы. Старший лейтенант Андреева служит в госавтоинспекции уже более трех лет. До этого пять лет была следователем. Сейчас Татьяна работает в мужском коллективе, но не считает себя представителем слабого пола. В первую очередь она полицейский. Страж правопорядка и проявление слабости здесь невозможно. Физическую силу приходилось применять в том случае, когда водитель пытался скрыться от нас и были применены меры. Согласитесь, не каждый день встретишь девушку в погонах. Далеко не всегда наши автолюбители приветливы и любезны. Иногда приходится иметь дело с откровенными хамами. Но сотрудник полиции должен в любой ситуации сохранять профессиональную вежливость. Самое главное с уважением. К любому человеку нужно относиться с уважением. Я особой разницы не вижу у водителей реакции, как мужчина к ним инспектор ДПС подходит или я. То есть все люди разные и, соответственно, и обречения тоже разные бывают. Но я в любом случае, как сотрудник полиции, всегда вежливо и тактично обращаюсь к гражданам. Татьяна Андреева за 8 лет службы в Великоусевском отделе полиции зарекомендовала себя как ответственный и целеустремленный сотрудник. Это подтверждают и коллеги по работе. Татьяна Александровна у нас является одним из молодых сотрудников. Хотя может быть, с одной стороны, показаться, что девушка и не место среди сотрудников ДПС. Но Татьяна Александровна оказывает то доверие, которое ей оказать. И добросовесть исполняет свои обязанности. В мужском коллективе мне нравится работать. То есть мужчины в любом случае понимают, что я с ними женщина и поддерживают меня. То есть всегда я чувствую, что мужское плечо. То есть они как бы всегда помогают. Инспектор ДПС Татьяна Андреева не единственный представитель женского пола в рядах Великоусевских правоохранителей. Так, с 2006 года в отделе по делам несовершеннолетних работает Ирина Попова. Девушка по образованию, педагог физики и математики. Год работала по специальности, но мечта детства стать полицейским все же осуществилась. Сразу же я пришла в подразделение по делам несовершеннолетних. В течение 10 лет я обслуживала административный участок города Красавина и входящие туда сельские поселения Лануатка. А с этого года я переведена сюда и обслуживаю здесь. Ну и исполняю обязанности за начальника. Нравится работа? Ну конечно, если столько лет работать в одном подразделении, конечно нравится. Я люблю свою работу. Название подразделения говорит само за себя. Это работа с несовершеннолетними, которые состоят на учете. К слову, таковых в Великоусевском районе порядка 300 человек. В школах ежемесячно, а в каких-то еженедельно с подростками проводятся профилактические беседы. С некоторыми детьми помогают только индивидуальные разговоры. Мы работаем, у нас очень тесная связь со всеми субъектами профилактики, со школами, мы постоянно ходим на родительские собрания, на беседы. То есть постоянно у нас вот это, мы идем даже по нескольку раз в месяц, бываем, работаем, стараемся. Потому что с каждым годом дети все сложнее и сложнее идут, поэтому приходится как-то профилактику увеличивать. До ноября текущего года в подразделении по делам несовершеннолетних работало 8 специалистов. Сейчас штат ненамного сократился. Кого перевели в другой отдел, а кто-то в декрете. Коллектив в большей части состоит из женщин. Несомненно, работа этих специалистов нужна и важна, ведь они не только полицейские, но и отчасти психологи, помогающие детям встать на верный путь. Андрей Жилин, Юрий Воронин, Антон Карев, Максим Колосов. Новости провинции.